Давайте вы начинаете, конечно. Процессионная неделя явно не самая аншлаговая для таких лекций. Я представлю вас. Всем спасибо, кто пришел. Сегодня у нас будет IT-лекторий на тему «Собеседник. Как болтает виртуальный ассистент и салют?». И выступят наши гости Денис Кирьянов, Александр Абрамов и Валерий Терновский. Наши коллеги и гости из Вера. Передаю вам слово. Спасибо большое. Нас сегодня трое. Мы примерно на пункте, что каждый займем. Мы работаем в Збере, занимаемся виртуальными ассистентами «Салют». Точнее, технологиями, которые позволяют им разговаривать с живыми людьми. И, соответственно, сначала я на пункте, что дам, как ответственный за развитие всего «Собеседника», какой-то продуктовый такой introduction о том, что это такое, что это вообще такое. Как мы это делаем. А потом ребята расскажут каждые два полчаса про отдельные, более технические детали. Погрузят про то, как там всякие трансформеры устроены. И какие именно хитрости мы применяем при их обучении. Ну, собственно, поехали тогда. На всякий случай у нас семейство «Салют». Оно доступно на разных поверхностях, в которых живут виртуальные ассистенты. Сбера – это как мобильные поверхности «Сбербанк онлайн» и «Салютап», так и уже многочисленные разные наши девайсы. Их у нас трое. Это «Сбер», «Джой» и «Афина». Соответственно, перед нами, как перед разработчиком этих моделей, стоит проблематика сохранения при ответах моделями некоторых характеров. Мы предлагаем про наши персонажи, что они ведут себя по-разному. Там «Джой» на «ты» более разбитная, «Афина» на «вы» такая немножко отстраненная и «Сбер» такой гик-Айтишный. Вот мы это все зафиксировали, а дальше при обучении разных моделей нам нужно учитывать эти особенности и пытаться в нашей модели замножить эти характеры. Таким образом, наша задачка частично, например, интереснее, чем просто обучение Алисы, потому что там один характер. Здесь надо как-то ухитриться в разных моделях, замножить аж три характера сразу. Теперь немножко про наших ассистентов, что их всех объединяет. Во-первых, они эмпатичны, то есть они способны понять, что с вами происходит, если вам грустно или больно как-то вам посочувствовать, если, наоборот, вам весомое разделить с вами эту радость и так далее. То есть это не просто какая-то бездушная машина, которая несет, что и вздумается, а некоторым образом сопряженная с тем, что сейчас происходит с вами и именно с вами. Кроме того, они проактивные. То есть когда у нас беседуют два разных человека, очень редко бывает так, что один все время что-то говорит, а второй просто кивает и выполняет. Это все-таки там секретарь, наверное, и помощник, но никак не виртуальный ассистент. Мы верим, что технологии способны дойти до такого уровня, при котором действительно виртуальный собеседник может достичь такого уровня, что он сам будет вам предлагать. Мы сейчас чутично это внедрили в наших разных навыках. Например, когда вы спрашиваете погоду, мы иногда предлагаем вам ее как-то обсудить сразу. Или когда вы спрашиваете какой-то факт, узнаете ассистенту, иногда предлагает вам сразу голосом узнать, не хотите узнать следующий факт. Но, конечно, мы стремимся к истории, когда, например, не знаю, в понедельник вам приходит пуш, нам, чувак, ты в понедельник вам всегда закупаешь макоку простоквашину, сегодня не закупил, хочешь, я сам для себя это сделаю. Ну и кроме того, все-таки они должны быть какими-то консистентами. То есть понятно, что хочется, чтобы они не сходили с ума, чтобы вы более-менее предполагали, так вы предполагаете своих друзей, обладающих тем или иным характером, как именно он вам может ответить. Но при этом, как и любой другой человек, они могут, соответственно, меняться в течение времени, как меняемся мы все. Теперь маленький дисклеймер, на самом деле, потому что дальше я буду очень много говорить про разные ссылки, почитать побольше про наши модели и технологии. И все они доступны на сайте SmartMarket. Значит, что такое SmartMarket? Это платформа для разработки навыков. То есть, например, собеседник – это один из навыков, при помощи которого разговаривают ассистенты. Вы, собственно, все можете разработать любой другой навык и вывести его через SmartMarket на все поверхности ассистента. Или не на все, если хотите. Уже больше тысячи смартапов таким образом выведено. И, в принципе, все вы можете получить аудиторию Сбера, просто выведя там свой навык. При этом это доступно как через навык, через среды разработки, которые вовлекают в себя написание кода, так и через просто управление какими-то кирпичиками в графе сценария, которые не зря будут от вас никакого владения кодовой инфраструктурой. И вторая важная история, что SmartMarket – это история про наш технобренд. Поэтому, если вы захотите почитать про то, как мы работаем, или узнать больше про витрины наших технологий, в том числе языковых моделей, это все доступно там. Поэтому призываю вас регистрироваться, читать и узнавать о нас больше. Теперь перейдем к тому, как устроены у нас модели разговора. Известно, что в общем виде модели собеседника делятся на две больших архитектуры. Про них сегодня по очереди вам Александр с Валерием расскажут. Первая история – это ретривинг модели, то есть когда у нас есть огромный банк каких-то реплик, пусть даже исчисляемых миллионами или, может, даже миллиардами. И мы каждый раз, исходя из контекста, выбираем наиболее подходящую реплику из этого огромного банка. Иными словами, мы всегда знаем, условно ограничили некоторое множество своих ответов, знаем, что мы ответим. Есть генеративные модели, которые отвечают вам на лету, то есть мы не знаем, что они ответят, они берут контекст как input и, соответственно, при помощи некоторого черного ящика генерируют ответ. Ну, есть сценарии, когда мы просто как бы по брикам проваливаемся, то есть заранее замажили, там разбивочка налево, разбивочка направо. Я сейчас, собственно, кратко очень расскажу о том, как это у нас устроено, а ребята потом каждый уже дадут детальные такие подробности. Хочется только отметить, наверное, здесь, что очень часто разница между ретривом моделью и генеративными моделями сводится к контролируемости. Что мы ретривом модели контролируем, а в генеративной модели на самом деле нет. Ну, хочется сказать, что это очень такое приземленное представление. Эта позиция не всегда действительно имеет место, потому что, если вы, например, делаете свой ретривом на каких-то миллиардах репликах, обкачав какие-нибудь субтитры, там корпуса русской литературы и так далее, и так далее, то вы на самом деле не будете знать, что лежит в этих миллиардах. И при этом генеративную модель вы можете обучить там на текстах только Пушкина или там только Льва Тангстова, и тогда она будет отвечать как-то очень понятное, и ответ генеративной модели вы на самом деле можете предсказать с большей легкостью, чем ответ ретривом модели, поэтому здесь есть разные нюансы, о которых стоит помнить. Ну, теперь, чтобы по очереди по ним пробежимся. Ретрива модель у нас сейчас базируется на сберте, и на самом деле скоро уже будет базироваться на разберте. Саша расскажет детальнее про разницу архитектур. Значит, что важно, что у нее 427 миллионов параметров, что мы учили ее на более чем 16 миллиардов токенов примерно неделю на Кристофаре, что мы зарелизили ее через Hagen Face, так как она все могут пользоваться нашим вертом, что она достаточно качественно себя ведет в задачах понимания языка на так называемой сайте Russian Super Glue, который позволяет тестировать разные модели на задачах разных, тоже связанных с уровнем понимания языка, и при этом это происходит без дообучения. То есть там для того, чтобы она, условно, показала какую-то хорошую скорость в задачах саморизации текста, в принципе, ее можно использовать из коробки. И что, наверное, самое важное, о чем я буду говорить дальше, что поскольку мы работаем в продакшене, это очень такая гибкая среда, где, когда что-то происходит, очень часто нужна какая-то реакция от модели. Ну, например, там в 2022 году пройдет Олимпиада, хотелось бы, чтобы мы могли побеседовать, то есть я подчеркиваю, не ответить на вопросы, типа там, сколько медалей у сборной России, а именно побеседовать на тему Олимпиады. Типа, слушай, смотря по телевизору керлинг, оказалось, это такой крутой вид спорта. И, несмотря на то, что там модель Магнаа ни разу не видит снова керлинг или чего-то, связанного с Олимпиадой, обучающим множество, у нас должна быть инфраструктура, позволяющая достаточно быстро дообучить эту модель так, чтобы разговоры про спорт или про любой другой домен были выстроены на некотором, ну, таком приемлемом уровне, чтобы было видно, что она вас понимает, а не просто тевает. И такая инфраструктура у нас есть, и об этом немножко позже. Так, двигаемся дальше, чтобы мы на генеративные модели. Ну, наверное, все знают уже, что Сбер обучил RootGPT3, а наше достижение стоит в том, что мы, вот тут под RootGPT3, кстати, как раз ссылка на сайт SmartMarket, а мы выкатили ее в продакшн. Это, естественно, не самая тяжелая и не самая умная модель из имеющихся, потому что есть определенные продакшн-ограничения, позволяющие, точнее, не позволяющие выкатить самую большую модель в следствии ограничений по памяти и скорости на оклик модели. Опять же, то же самое, если мы используем ее в продакшне, то нам важно, чтобы ее можно было быстро обучить. И, наверное, еще два важных достижения, про которые как-то обычно не думаешь, когда просто учишь модель на продакшн и просто думаешь о том, что вот, мол, КПТ3 обучили, и круто. Нет, продакшн окладывает свои ограничения. Одно из ограничений состоит в том, что если у нас три персонажа, и если мы хотим, чтобы генеративная сеть отвечала за нескольких из них, то мы не можем позволить себе размещать разные генеративные модели. А это означает, что мы должны научиться принимать, собственно, персонажа как input. То есть прилетела, условно, Афина, отвечаем одним образом, в соответствии с характером Афиной, прилетела, там Joy, отвечаем по-другому. Это уже реализованная история. И вторая важная история, что всегда нужно думать о том, нельзя ли оптимизировать нам скорость и время ответа. Framework ONNX позволяет это сделать. Здесь видно, что какое-то время у нас в продакшне работала GPT-2, и тянула она всего 2,5 ответа в секунду, а потом мы выкатили GPT-3, и при помощи оптимизации ONNX мы ухитрились еще и в два раза быстрее отвечать, а значит в два раза больше нагрузки держать. И если подытожить эту историю, то, соответственно, смотрите, у нас есть три персонажа, есть ретриум модель, есть генеративная модель, и все их надо дообучать в соответствии с А характером персонажа, и Б теми топиками, теми доменами, про которые сейчас хотят говорить пользователи, будь то погода, Олимпиада, Новый год и так далее. И мы работаем для этого инфраструктура, которая выглядит следующим образом. Редакторы пишут диалоги. Вот примерно так мы хотели, чтобы отвечал на Берджой, вот так, чтобы Афина, а вот так, чтобы Сбер. И дальше вступает дело техника. Мы берем на вход эти диалоги и автоматически дорабатываем нашу модель. Следующим образом. Во-первых, ретриум – это такая штука, которая базируется на базе реплик. Круто. Значит, мы можем все реплики, которые написали редакторы или части них, загрузить в банк ответа моделей, чтобы модель могла использовать их как ответ. Однако этого не всегда достаточно, потому что еще вам нужно дообучить саму модель, сами вектора, чтобы она понимала, в каких ключах эти новые ответы уместны, а в каких неуместны. Иными словами, ретриум модели нужно прочитать все эти диалоги и, соответственно, запонтюнить свои вектора. После этого пачка, на которой учитывается модель, по сути используется в продакшн. Вот эти диалоги, на которые писали редакторы. А генеративная модель просто читает эти диалоги и, соответственно, файтюнится на этом основании и понимает лучше, как и отвечает в следующий раз. А кроме того, раз у нас есть такая дикая инфраструктура, это означает, что мы можем менять легко архитектуру с ретриум модели на генеративную или какие-то доработки в рамках этих моделей, то есть одну ретриум на другую, вне зависимости от персонажа для любого из них. Поскольку все модели доучивались на одних и тех же датасетах, которые пишутся под каждый домен, но разные под каждого персонажа. То есть, иными словами, мне не важно доучивать ретриум или доучивать генеративную сеть, зато я точно знаю, что я доучиваю на тех сетах, которые подходят именно под данного персонажа. То есть, вот есть Афина и набор диалогов под Афину, Joy и набор диалогов под Joy, а дальше, неважно, какую модель я запущу на этом дообучаться, я уверен, что в продакшн они будут вести себя примерно с одинаковым качеством, потому что они видели одни и те же диалоги. И это очень круто, потому что, на самом деле, это значит, что мы не всегда знаем, какая модель, какая архитектура лучше подходит какому персонажу. И ответить на этот вопрос, на самом деле, с нами могут только наши пользователи. Мы мониторим переключение персонажей с одного на другого, длительность сессии и так далее. И это дает нам возможность быстро экспериментировать. Нет такого, что мы замножили какую-то архитектуру под одного из персонажей, и теперь всегда на этом сидим. Нет, мы можем быстро экспериментировать, и вот эта инфраструктура позволяет нам достаточно адекватно переключаться без потерь качества и катить в разные эксперименты. Теперь немножко про то, что у нас еще есть. У нас еще есть сценарный движок. Вот он выглядит примерно так, как на скрине. То есть у нас есть некоторый граф, сценарий представляет из себя граф. Там пользователь сказал, да, идем налево, пользователь сказал, нет, идем направо. И, соответственно, кажется, что сценарные вот эти вот движки различаются более-менее двумя крупными аспектами. Первый – это определение того, когда пользователь сказал, не да, а окей, куда мы пойдем, вот как вот эта система мэтчинга в нем заложена. Это там какие-то семантические штуки, типа берта на векторах, или это просто список слов, или это там список лем и так далее, и так далее. Мы внедрили эту штуку на берте, что, соответственно, сократило время наших редакторов, которые могут особо не прописывать, что там да, это окей, это же согласен и так далее, и так далее. И вторая история – это то, насколько этот движок гибок в плане ограничений. Там, например, можно детектировать, сколько раз пользователь вошел к такой сценарии и позволять не входить в него чаще трех раз. А также, например, запускать родной сценарий как дюйма в зависимости от времени суток, потому что там утром, например, вы, наверное, торопитесь, там собираетесь, и там это просто на ходу поздоровались, а вечером вы, наверное, пришли домой, развалились перед телевизором, и мы можем вам более какой-то пространный сценарий показать. Ну и, собственно, метрики. Эта штука у нас доступная. Это вот штука, которую я всем очень рекомендую для анализа диалогов. Называется сценки-диаграмм. Здесь тамщина вот этой кривой, она соответствует тому, какая была доля потока. То есть вот здесь вот после входа в сценарий 85% попали сюда, сюда значимо меньше, ну и так далее. И дальше вот, собственно, у нас есть вот такой вот граф перехода по сценарию. Ну и, собственно, наверное, последнее, что хочется сказать в таком предварительном основе, перед тем, как переходить, собственно, к тому, что у нас происходит в собеседнике, важно, что мы должны быть сравнивать, должны быть сравнивать очень много моделей. И это касается как непосредственно архитектур, так и отдельных параметров в рамках отдельных архитектур. И только вот так вот постоянно-постоянно все время тестируя эти модели, мы можем совместно с пользователями сказать, какая из них разговаривает лучше всего, какая из них там имеет максимальную продолжительность сессии и так далее. Вот, соответственно, сейчас у нас за Сбер работает ретриевом, за JoyGPT3, а за Афину как повезет. Вот, у нас там такой вот тест 50 на 50, где пока примерно равные, на самом деле, результаты у нас оказываются. Вот, ну и, собственно, теперь то, как ко всему этому получить доступ, у нас есть ключевая фраза «давай побонтаем», и она позволяет вам, собственно, отрубить все остальные навыки и разговаривать только с вот этими замечательными моделями. В чем поинт? В том, что невозможно у виртуального ассистента вне этого режима спросить, какая погода. Он всегда на этот запрос ответит навык погоды. А мы сделали это таким образом, что если кто хочет узнать, от чего там GPT3 думает, по поводу того, какая у нас погода, или там ретриевом модель думает, то мы позволяем вам это узнать в рамках этого режима. Вот, можете пользоваться, опять же, да, покупать ничего не нужно, это Сбербанк Онлайн или Салютап в любом приложении доступно. Сценарный движок мы конвертнули некоторым таким интересным образом, что, в принципе, если это граф развимок, то это удобно объединить с сценарием холодного старта в рекомендационных системах. Вот, ну, собственно, например, рекомендации кино. По совету мне фильм мы задаем ряд вопросов, в том числе таких визуального характера, развлекательных, которые в результате советуют вам тот или иной фильм и даже запоминают ваши ответы. В следующий раз можно воспользоваться теми же фильтрами. Идем дальше. Еще одна важная история, связанная и с проактивностью, и с эмпатией, это погода. Ну, не секрет, что запрос погоды – это один из самых частых запросов к виртуальным ассистентам, и поэтому неинтересно просто так взять и ответить, какая погода в Москве, очень снежно. Да, хочется как-то это разнообразить. Вот пример из субпанариальной скрины. Это не на всех продавателей доступно, может быть, вам этого не достанется. Но, тем не менее, мы иногда просто отдаем погоду, иногда сопровождаем ее эмпатичным комментарием, причем разным для разных персонажей, причем там еще забиты даже на одни и те же погодные условия немножко разные реплики в зависимости от рандома. То есть у Сбера есть набор из пяти реплиок, которые убираются рандомно, а у Афины из своих пяти реплиок и так далее. Иногда мы еще даже начинаем ее проактивно обсуждать. Нравится ли вам запах после дождя. Таким образом, мы проявляем эмпатичи и проактивность, и ответ на набор погоды становится несколько более интерактивным и насыщенным, чем без таких комментариев. Следующая история, которая у нас есть, что мы существуем все-таки не только как модели, но и как часть продукта. И это означает, что зачастую люди говорят что-то собеседнику, нет манера в нем оставаться. Вы там по привычке здороваетесь, и дальше там салют, салют, плюши кино. И мы понимаем, что иногда люди здороваются и на самом деле прощаются, и на самом деле не знают, что им хочется делать дальше. И тогда мы используем всю мощь нашего смарт-маркета и подсказываем вам, что еще можно было бы сделать. При этом важно сделать это неназовливо, чтобы мы не говорили, что там собеседник это какая-то реклама. И действительно, саджесты позволяют это сделать достаточно нативно. Да, вот люди часто говорят привет, и мы там советуем вам какие-то навыки. Сейчас еще доезжает персонализация этих навыков. То есть такая история, что эти навыки, они подходят с точки зрения нашей рекомендационной системы именно для вас. И отбираем мы эти реплики именно по вероятности затухания дискуссии. То есть если мы понимаем, что после такой-то фразы, например, как дела, человек почти всегда остается в собеседнике, то мы, собственно, не дадим вам саджестов никуда. А если мы понимаем, что это именно какая-то угасающая беседа, то человек в собеседнике все равно не останется, то мы вот заодно знакомим вас со всякими способностями ассистентов. И, собственно, люди достаточно активно этой историей пользуются. Ну и теперь я, наверное, перед вопросами свою часть бы завершил. Значит, собственно, чего мы с вами успели за эти 20 минут узнать. Первая история про то, что мы в нашем собеседнике имеем несколько моделей. Все они являются достаточно передовыми для русского языка и обеспечивают достаточно высокое качество диалогов. При этом им можно пользоваться этими диалогами как в рамках вообще платформы Solut, так и именно отдельно в скеледовом VangTire, где доступна отдельно только соответствующая данному персонажу нейронная сеть. Мы фанчуням все наши модели одними и теми же диалогами. Диалоги разные для разных персонажей, но одинаковые для разных моделей. Таким образом мы обеспечиваем взаимозаменяемость моделей. Мы запустили сценарий рекомендации, повернув наш диалоговый движок как сценарий холодного старта для рекомендации системы. Мы всегда проверяем все наши ожидания от того, что та или иная модель у нас показана в офлайн-замере больше скоро, чем предыдущая. Об этом ребята тоже немножко позже расскажут при помощи экспериментов. То есть то, что мы катим, мы всегда проверяем на чате пользователей. Наши персонажи эмпатичны, проактивны, и каждый обладает своим характером. Ну и кроме того, собеседник – это не просто такая штука, с которой можно побанкать. Это некоторый продукт, который существует непосредственно в коннаборации с другими навыками, которые доступны в Салюте, в том числе в смарт-маркете. И они один в другой так перетекают, создавая пользовательский опыт, который подходит именно для вас. Так, я закончил. Сокровно вам 5 минут на вопросы. Можете письменно, можете устно, кому как удобнее. Вот. Интент, согласие, все подходящие варианты. Ну да, более-менее. Но для этого тебе нужно иметь какую-то штуку, которая позволяет тебе иметь согласие как определенный интент. То есть, соответственно, обучить какую-то модельку поверх разных фраз согласия, и чтобы она там работала, а не просто, чтобы люди вручную прописывали все варианты согласия. Вот. Ну, давайте иногда вам еще пару минуток собраться с мыслями и задать мне какие-то вопросы. Ответ мы дальше после каждого блока полчаса, наверное, имеет смысл ребятам тоже вопросы задавать, потому что блоки немножко разные по смыслам. А вот еще такой тоже вопрос, что получается, ну, вот есть модели, которые используют уже заготовленный набор реплик, а есть такие, которые генерируют. Так вот, все-таки во время беседы с пользователем получается, ну, как-то вот модель переключается с одной на другую, или, получается, пользователю выдают какую-то одну модель, и он уже разговаривает только с ней? Смотрите, значит, сейчас мы их не переключаем. То есть, если вы попадаете на Joy, вам будет отвечать генеративная сеть, если у нас с бера-ретрием сеть, а если Афина, то, соответственно, в зависимости от… Ну, как вам повезло, но в ходе каждого вашего диалога каждый раз одна. Тут бы, наверное, еще хотим добавить, что существуют еще, на самом деле, гибридные модели. То есть, бывает такое иногда, что генеративная сеть генерит кандидата, а потом некоторая ранжирующая модель, которая отбирает самую релевантную реплику из ретриема, еще подглядывает в этот ответ генеративной модели и, возможно, выберет его как победителя. И в этом смысле можно было бы говорить о переключении, что, соответственно, иногда получается, что выигрывает ответ генеративной сети, иногда получается, что выигрывает ответ ретриема. Но мы вот таких гибридных систем пока не делали. И вообще, по отзывам коллег из Яндекса еще несколько лет назад, у них, по-моему, еще генеративная реплика не выигрывала почти никогда. И они от этого эксперимента отказались. Может быть, мы к нему вернемся. Так а если, например, ретриевые модели скажут «давай поболтаем», она же переключится на генеративную или нет? Нет. Если вы говорите «давай поболтаем», то в зависимости от того, какому из персонажей вы сказали «давай поболтаем», будет отмечать либо ретриевом для Сбера, то есть в случае, если выбран Сбер, будет отмечать ретриевом. В случае, если выбрана Joy, будет отмечать GPT-3. А в случае, если выбрана Афина, то какая это из них? Мы не знаем, какая, зависит от вашего ID-шника пользователя. То есть вы выбираете сначала персонажа, потом говорите ему «давай поболтаем», и в рамках «давай поболтаем» функционирует соответствующая данного персонажа, демокровая модель. Ясно, спасибо. Про какую часть именно? Смарт-ап вы говорили, что там можно конструировать. Смарт-апы? Нет, смотрите, я говорил смарт-апы, хотя понятно, что вы услышали. Значит, смотрите, история следующая. В рамках ассистентов Салют есть разные платформы, которые позволяют создавать навыки. Навыки мы называем смарт-апы. И это, соответственно, вы можете создать на любой из перечисленных здесь платформ любой навык, который может быть в том числе просто диалоговым, может быть, там, не знаю, викторина какая-то, да, нетка, там, все что угодно, не только игры, на самом деле, там, какие-нибудь гороскопы, да, и так далее. И вот эта платформа – это точка вашего входа к, в том числе, нашей аудитории. Конкретно диалоговые движки, они немножко другие. То есть понятно, что там, ну, там GPT и Retriever у нас живут внутри, а здесь есть платформа, позволяющая вам создать навыки, они же смарт-апы. Просто еще небольшое уточнение, но навык, базирующийся на диалоге, то есть там из разряда, может быть, покажи мне погоду, там показывает погоду, или там давай поиграем в города, там играем в города, или там, не знаю, или он двумерную игру может открыть. Нет, смотрите, там, тут, смотрите, первое, там есть разные навыки, там есть так называемые чат-ампы, то есть когда вы просто общаетесь с текстом, есть canvas-апы, это там еще, так сказать, некоторые красивые анимационные истории типа морского боя, есть native-апы, это прямо андроид-покашки, полноценные такие андроид-навыки. Общение с навыками, оно принципиально мультимодально, да, то есть наши девайсы, они позволяют общаться с ними как жестами, так голосом, так и при помощи пульта, да, то есть точом. Соответственно, как бы внутри нашего, вашего навыка, возможно, любая из этих навигаций. А запуск вашего навыка, мне кажется, третья часть вашего вопроса происходит, ну, как правило, по кодовой фразе и иногда еще что-то добавочное. Ну, то есть, типа, запусти игру в города и поехали. Понятно, спасибо. Так, ребят, ну, мои, по-моему, часа истекли, я, наверное, передаю снова Александру. На всякий случай, как бы, если какие-то вопросы останутся, то с нами в любом случае можно будет связаться с организатором, пойти в лекторию, если вы, например, захотите пройти у нас стажировку или какой-то эксперимент, совместно забудить, там, оформить его как курсовую обучительную модель. Вот, я думаю, все наши контакты доступны, вот, не стесняйтесь, может быть, какие-то из идей или вопросов придут к вам потом, как часто бывает. Вот, Саш, вперед. Всем привет. Пробуем демонстрировать экран. Все видно? Да. Погнали. Так, ну, я по большей части расскажу именно о Retrival части, о биртах, как мы их используем. И здесь, наверное, будет больше интересно людям, которым интересно именно про модельки, про формулки, про архитектуры, такие более подробности для DS-ов, ML-инженеров. Изначально у нас на заре времен в девайсах, когда только появились бирты, была следующая схема, которая как раз изображена на слайде. То есть у нас был бирт в качестве базового викторизатора для входных фраз. Были действительно базы данных каких-то диалогов или интентов, которые тоже викторизовались при помощи берта. А дальше при помощи КНН, выход с берта по запросу, искал по базе топ лучших соседей. Потом использовался либо топ-1 подход, либо какой-то мета-алгоритм, например, бустинг, который доуточнял из топ-к в топ-1. И таким образом мы выбирали лучший ответ. Но использовать берта-сис как sentence-эмбеддер не очень хорошо, потому что ему не хватает все-таки некоторых свойств для языка, для того чтобы эффективно представить наше предложение в виде поискового вектора. И вот для этого нам пришлось обратиться как раз-таки к статьям, которые имелись на тот момент в общем пространстве, так сказать, научном. И хотелось повысить как раз-таки поисковые свойства наших эмбеддингов запросов по базе известных ответов, которые подходят к этим запросам. Иметь таким образом универсальные представления векторов при помощи берта, которые бы могли в себе содержать основную тему, которая заложена, идею. Не размывать особо сильно значимость каждого токена, быть насыщенными, например, всевозможными значениями по токсику или наоборот по позитивной какой-то вещи. Также обладать, может быть, свойствами определять пол, хранить себе информацию о поле в реплике лица того или иного и так далее. Поэтому нам пришлось обращаться к metric learning подходу, потому что первое, что в голову приходит, из классических сиамских сетей использовать задачу сближения и удаления эмбеддингов. Обычно в качестве примеров здесь используют, например, поиск по лицам. То есть в компьютерном зрении есть такой подход, когда мы стараемся аугментировать фотографии одного и того же объекта каким-то образом потом негативно к ним находить какие-то рандомные пары и это все закидывает в сетку, которая у нас будет давать эмбеддинги для аугментированных одних и тех же объектов, очень похожие между собой, но не похожие на другие все объекты из негативных пар. Почему бы нам это не применить для NLP, для бертовых векторов, взять в качестве кодера наш берд и также научить некоторые векторные представления фраз сближать, если это фразы, написанные, может быть, по-разному, но означающие одно и то же с точки зрения мысли, идеи, которые в ней заложены, смысла. И отводить от тех фраз, которые, может быть, чем-то похожи по написанию, но совершенно различны по смыслу. И, соответственно, мы как раз-таки прибегли к метриклёнингсу, к самому известному подходу, основанному на триплет-лоссе. То есть у нас есть как раз-таки позитивные и негативные пары. Позитивную пару мы сближаем, негативные удаляем. И здесь есть как раз пример такой концептуальной сиамской сети, но она не на триплет-лоссе, построена здесь она парах, когда у нас есть фраза, например, «казнить нельзя помиловать» и «казнить нельзя помиловать». Казалось бы, они написаны одинаково с точки зрения текста, но есть грамматические, у нас есть пункционные знаки, которые меняют в зависимости от своего положения смысл кардинально. И вот такие вещи надо тоже научить модель находить. Ну, естественно, мы воспользуемся триплет-лоссом схематично для тех, кто не знаком, в том, что он делает. У нас есть, как говорится, если на примере на лицах, есть лица одного и того же человека с разных ракурсов, как-то обменченные. Они являются друг к другу базовыми парами позитивными и якорными. Ну, якорь – это, допустим, оригинальная фотография, а позитивные к ней пары – это все возможные ракурсы и агментации этой фотографии. И есть фотографии других объектов, которые могут быть очень похожи на этого объекта. Ну, бывает типаж лица у человека очень похож. Вы можете путать кого-то из друзей, кого вы давно не видели из одноклассников, переехали в другой город, увидеть его в Москве, и поздороваться окажется другой человек. Ну, вот это как раз сложная негативная пара, которая могла бы быть в нашем обучении. А самые простые негативные пары – это рандомное сомплирование из всех остальных фотографий других людей. И вот таким образом мы заставляем нашу модель, обучаясь, сводить позитивные пары, и от этого области отводить все негативные пары, включая сложные, которые как раз очень близко изначально находятся по своему представлению, базовому векторному в пространстве как раз-таки позитивных. И как мы это делали на примере триплетлоса? Вот результатом обучения Берта таким образом могло быть что? То, что вот если мы делаем запрос собака-хаски, и есть вариант ответа все о пароде хаски или все об артисте хаски, то нам должно в позитивную пару выбираться все-таки все, что о пароде хаски, и в негативную отводить подальше все об артисте хаски. Как это обычно с Бертами делается уже по классике? Есть статья на активе от MIT, по-моему, на 2018 или 2019 года. Подход был очень простой. Брали некоторую сиамскую сеть. В качестве общего энкодера брали Берт энкодер. Представление эмбеддингов, секвенсов с последнего блока выхода энкодера Берта пулили минпулингом. И дальше эти представления наших предложений с некоторой метрикой близости сводили-разводили. По классике обычно использовали либо, например, косинусную близость, либо, например, близости, основанные на метрических расстояниях. Например, расстояние Манхэттена или Эвклидово расстояние. Либо вообще могли использовать конкатенацию и классификацию на 0,1. Позитивная пара, негативная пара. Но мы немножко, конечно, пошли дальше. Мы не использовали эти метрики. Мы попробовали их как в базовом варианте, но они давали хуже результат, чем метрики, основанные на adaptive margin loss, которые также известны и у нас в поиске лиц. Являются одними из самых лучших метрик для метрик-ленинга для поиска фотографий. Оказалось, что они хорошо и, в принципе, работают на наших задачах. Вот об этом, как мы это сделали, можно подробно будет почитать в ссылках, которые я дам в конце. Зато мы сейчас можем посмотреть на результат того, как было в трехмерном пространстве наши вектора. Некоторые тематически располагались на сфере. Они были относительно, конечно, сгруппированы друг к другу, но имелись области пересечения. То есть они были не совсем компактны. И после дообучения на sentence task, таким образом, мы получили лучшие компакты, которые гораздо лучше отделяются друг от друга, значит, поисковые качества векторов повышались, и высшая точность была как раз-таки нахождение нужных парафраз, интентов в рамках беседы. Но нам этого было мало. Как я говорил, мы хотели не только поисковые свойства по парафразам задать нашим векторам Берта, но еще научить его каким-то другим вещам. Например, хранить информацию в этих векторах об насыщенности по семантике какой-то. Например, по токсику. То есть хранить в себе окрас интонации, соответственно, фразы. Либо хранить в себе информацию о постакразметке некоторой. В данном случае может быть банковская разметка, может быть именованные сущности, связанные с названиями городов и так далее. То есть гео какая-то информация. И для этого мы перешли от чисто таски, связанной с сближением парафраз, к мультитаскингу. Для этого мы все также использовали наш базовый BERT, который у нас был тогда 768. И добавили кроме NLI-таски, то есть которые таски связаны с парафразингом, еще две — NER и TOXIC. При этом у нас наш SentenceBert, который мы до этого использовали, он был общим энкодером, то есть общим векторизатором для всех этих таск. И по мере обучения, когда мы использовали все три LOS в качестве кумулятивного LOS для обучения всех трех таск одновременно, он хранил в себе информацию с помощью метода обратного распространения ошибки о всех трех тасках. То есть он обучался со всеми тремя головами одновременно. При этом, конечно, здесь возникают вопросы, как не получить перетягивание одной какой-то таски на себя. То есть там нужно продумывать хитрое взвешивание либо использовать какой-то LOS, который может сам адаптивно взвешивать каким-то образом кондиционал LOS от Google. Можно почитать об этом. Кстати, есть в блоге у них об этом информация, когда сам LOS подстраивает веса таким образом, чтобы таски учились не от каннибаля друг от друга информацию при обратном распространении ошибки. На этом может быть разные причины, связанные с различными порядками LOS. Допустим, MSE LOS может иметь один порядок суммарный, cross-entropy LOS другой. То есть здесь все время нужно балансировать в весах. Ну, в общем-то, нам удалось это сделать, такую балансировку. Правда, вначале мы это делали экспертным образом, дальше уже старались использовать какие-то продвинутые LOS. Таким образом, мы смогли улучшить в наших базовых векторных представлениях Sentence Bertha вещи, связанные как раз-таки с насыщенностью по пост-тек или по семантике какой-то, например, связанной с насыщенностью по тональности текста. И использовать на этом этапе не только для поиска наших базовых вектора нужных парафраз, но также использовать их как базовые вектора для обучения уже моделей адаптеров, которые просто сверху надстраивались как аннотаторы, например, для пост-тек разметки или для определения хейтспича. То есть нам не нужно было уже особо хранить в себе несколько бертов, которые затюнены каждый под конкретную таску. Вместо трех бертов мы хранили один общий, для которого мы просто сверху наклеивали MLP, которая позволяла, во-первых, меньше места хранить в памяти, во-вторых, быстрее инференсить и не менее эффективно, потому что уже вектора были как-то запретренены на эту таску тоже. При этом размер датасетов, которые мы использовали, у нас было порядка 400 тысяч парафраз, которые мы часть перевели на русский язык, часть где-то соскрапили, часть где-то сгенерили сами. Было порядка 200 тысяч для русского языка для toxic-таски примеров и 120 тысяч наших собственных примеров для специфичных, для как раз таки диалоговых бесед пост-тек разметки для нейро. При этом базовая модель была Rusbert, которая еще base, то есть 768 размером беннингов всего лишь был и 380 миллионов параметров. Мы хотели добавлять больше новых тасок и поняли, что мы в это уже не вмещаемся, и нам пришлось перейти вместе как раз таки с переходом от мультитаска с берта к еще одной важной таске, о которой как раз таки мы и рассказываем, о ретривол таске, нам пришлось расширить наши возможности и перейти к более сложной модели, то есть к берту large, который обладает имбеддингами уже в 1024 размерностью и большим количеством миллионов параметров, а значит большей генерализующей способностью, то есть большей возможностью для запоминания каких-то новых тасок, информации и более мощной в будущем для inference с лучшими метриками. И вот когда мы как раз таки поняли, что мы не хотим только лишь работать с парафразингом при ответе на вопросы, хотим добавить контекста, то есть сделать модель более умной, учитывать предысторию сообщений с юзером, мы как раз таки захотели добавить к тем трем предыдущим таскам, о которых я говорил, ретривол таску. При этом здесь есть очень интересные особенности. Какие? Вот у нас здесь как раз схемка изображена, что у нас так же, все так же наш sentence bird является базовым энкодером, но вопрос в другом. У нас контекст представляется не в виде набора токенов, а в виде набора уже фраз, которые состоят из токенов. А берт ест фразу, которая разбита на токены. Как с этим жить? То есть нам нужно скармливать теперь с берту во время обучения на лету целые фразы, а не только по одной фразе. То есть обучение же как происходит? У нас есть некоторая фраза кандидат на ответ и есть предыдущая история контекст. Вот они как раз здесь изображены. В нашем случае контекст полный – это 6 фраз, но по-настоящему это 5 фраз последних из диалога плюс 1 ответ, который у нас в текущий момент должен сделать наш ассистент. И таким образом у нас контекст по-настоящему 5 плюс 1. Соответственно, задача в чем? Чтобы нужные ответы с нужными контекстами сближать, а рандомные ответы или негативные ответы, которые прописаны заранее, удалять. У нас обычно производится разметка при создании датасетов хороших-плохих диалогов, а значит, у нас есть хорошие-плохие ответы на контексты. Но опять же, здесь мы же скармливаем потенциальные ответы как положено, по классике, по одной фразе, а вот контексты по 5 фраз за раз. Как-то их кушать с бертом? Вот это вопрос. Ну, в таком случае нам пришлось залезть, что называется, в мозги нашего с берта, то есть в код Google-берта, и научиться на лету обрабатывать фразы без припроцессинга явного. То есть у нас есть метод build-припроцессор, который позволяет на вход сразу же отдавать строку, дальше он подтягивает уже внутри себя некоторый токенайзер и на лету из строки превращает в вектор, уже sentence-вектор. Таким образом, мы смогли как раз-таки научить наш берт при помощи просто адаптации кода под задачу кушать не по одной фразе за раз, а сразу же k-фраз, потому что мы теперь можем подавать в batch size именно в batch size на размер sequence, а теперь batch size на количество строк. И уже там сам код с берта поймет, сколько нужно выделить секвенса, который там прописан по дефолту, и как это скушать. Таким образом, мы сразу получаем для пяти наших строк пять векторов контекстных фраз, которые тоже обладают sentence-свойствами, потому что все-таки sentence-bird их векторизует. А дальше нужно как-то хитрость учитывать эти эмбеддинги в контексте. Для этого мы тоже прибегаем к одной известной хитрости, почему бы не накинуть на это дело все attention и понять, какой из этих эмбеддингов с каким весом важен для текущего эмбеддинга варианта ответа. Но attention, конечно, это хорошо, а лучше, наверное, взять просто классический трансформер, который вообще имеет multi-head attention, он еще более насыщен информацией за счет этого. И вот именно связка матрицы контекстных векторов плюс трансформер, который сам уже перевзвешивает со всех возможных ракурсов, смыслов нашим эмбеддинге контекста по отношению к поиску лучшего ответа на этот контекст. Это лучше всего у нас и сработало по метрикам, и такую схему мы используем. Поэтому вот здесь как раз на схеме после векторизации контекста и вариантов ответа на контекст мы используем для контекстной части как раз таки классический трансформер, который как-то перезвешивает умно нашу матрицу контекстных эмбендингов, а потом просто складывает их уже в единый вектор контекста, насыщенный при помощи трансформера. И уже вот с этим вектором, насыщенным трансформером контекста, мы сближаем наши потенциальные вектора кандидатов при помощи ranking task. Но опять же здесь можно работать по той же схеме triplet loss, то есть у нас если есть позитивные контексты мы с ними сближаемся, негативные мы от них удаляемся. Таким образом мы получаем как раз таки уже в базе насыщенные вектора за счет retrieval task, и они хранятся у нас как раз таки, кандидаты у нас хранятся, кандидаты ответов хранятся в некоторой базе, которая имеет у нас связь фразы вектор. Обычно мы используем фаиз для этого, а вот наши контексты векторизуются на лету, и таким образом мы на лету ищем быстренько самую лучшую на контекст фразу-ответ. О чем вы можете посмотреть, в качестве этого общения как раз таки взять Сбера персонажа, сказать ему давай поболтаем, там работает именно эта поисковая модель, которая основана на контексте. То есть она понимает о чем вы говорили последние там к фраз, контекст до шести, то есть то пяти плюс один, и за счет этого общение еще умнее и позволяет в нужном векторе, который прописывают наши доблестные редакторы, в нужном векторе вехи диалога вас вести таким образом, следуя по контексту. При этом число диалогов, которые мы использовали для обучения порядка одного миллиона, где-то мы действительно что-то соскрапили, где-то мы что-то сами пишем, обычно это то, что связано непосредственно с болталочными вещами в рамках, например, банковских может быть тематик, либо тематик связанных с театрами, кино о погоде и так далее. Базовая модель уже здесь Русберт Ларш, у него размерность 1024, здесь уже гораздо больше параметров, лучшая генерализующая способность, и это позволило нам эту таску скушать, и скушать ее вполне успешно и обучить ее довольно-таки высоким метрикам. Какие ресурсы мы на обучение потратили? Вот Денис об этом говорил, что вот у нас огромное количество диалогов, у нас обычно использовалось ранее 16DGX класса V100 для обучения, сейчас 4DGX за счет оптимизации некоторой. Мы используем хоровод для того, чтобы на нескольких GPU это обучать, и таким образом, используя там K-видеокарт, мы имеем K-модели, которые мы можем усреднить, и их качество весовое гораздо будет лучше по метрикам, которые мы замеряем. Вот обычно ввиду того, что у нас модель большая, тасок много, Batch Size у нас получается небольшой, поэтому очень много этапов обучения, то есть обычно у нас от 3 до 5 этапов смены Learning Rate, то есть скорости обучения в 5 этапов, сейчас обучаем наши модели, чтобы они сходились к лучшим результатам. Sequence Lens у нас тоже небольшой, то есть в принципе у нас диалоги не превышают по количеству в каждой фразе токенов 24, вот. Максимальная длина контекста, я как уже говорил, 5 плюс 1, то есть 5, как контекст, один ответ. Количество эпох на каждую стадию порядка 60, вот. И сейчас Base-модель это Rusbert, но мы уже готовы к препродакшену на Роберте, и скоро у нас будет Разберта в продакшене, об этом мы еще расскажем уже в нашей новой статье, а пока читайте статьи про Rusbert Base и Rusbert Large и про Multitask. По данным ссылкам, как говорится, мы открыты к диалогу и конечно же приложим в нашей презентации вам. И есть ссылка на Transformers Hub, где лежат Isbert классический, которым я рассказывал в начале, Isbert Multitask, который более продвинутый, они лежат на Transformers Hub в Hagen Face в виде чекпоинтов для TensorFlow, PyTorch, можете ими пользоваться. Именно под них метрики, под ним были почти метрики, которые вы видите на Russian Glue, поэтому вы можете использовать модель из топ-10 рейтинга для своих проектов, дерзайте, и я думаю у вас все получится. Что сказать про метрики? Я вот говорил, что метрики у нас росли, как мы замираем качество. Обычно мы смотрим для Retrieval Tasks, для диалоговой SSA метрику, это методология замера качества, которая используется для диалоговых систем, известна с системой Niena, где эксперты имеют какой-то некоторый сет золотой, на нем замеряют в диалоговом end-to-end моделировании качество ответов по оценке разнообразия и релевантности реплик в рамках диалога. Это концептуально, если просто. На самом деле, эта метрика, с одной стороны, очень хороша, но она очень коварна, то есть там есть некоторые тонкости и замечания, о них, я думаю, более подробно нам расскажет как раз таки мой коллега Валерий Терновский. Ну вот по этим метрикам у нас специфичность на SSA 51,2%, а релевантность 79,4%. Почему специфичность так сильно проседает? Специфичность она у нас отличает обычно за разнообразие, и поэтому, когда мы говорим все-таки о вещах, где мы проописываем диалоги заранее сами, разнообразие там зависит от того, сколько разных диалогов на каждый момент вы напишете, и она обычно растет вместе с этим. А релевантность, понятное дело, мы как раз то, что мы тюним, исходя из обучения нашего метрик, там, качество на обучение таких, как, например, recall top1, какие-то поисковые метрики мы используем, или recall topk. Она растет. Если мы возьмем, допустим, ту же самую генеративную модель, конечно же, она будет за счет того, что она генерит ответы на диалоги на лету, ее специфичность будет, наоборот, гораздо круче, чем у сберта ретриву. Как-то так. Спасибо за внимание. У меня на этом все. Надеюсь, я вложился во время. Да, даже есть время на вопросы. Так, 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 Дмитрий. Сколько времени заняло обучение примерно? Но сейчас я могу сказать, сколько занимает это времени обучение. У нас есть стадия притрейна, когда мы берем от блока R&D модель, вот сколько она обучается сама с нуля, притрейн модель базовая. Денис об этом рассказал, сколько GPU часов. Дальше мы ее обучаем на наш домен, еще дополнительно на разговорный. Это порядка недели, наверное, на как раз таки 16 GPU класса DGX V100. это можно посчитать сколько. То есть неделя, 24 часа умножаем и получаем сколько у нас еще на 16. То есть у нас 16 GPU используется в хороводе, в мультитаскинге. Поэтому такие порядки. Далее, Антон, а у вас последовательность обучения из константных... А, или это цикл. У нас последовательность обучения используется, да, цикл. Это я просто для примера показал. То есть мы обычно как по классической схеме сначала стараемся выходить на прогрев трансформеров, то есть увеличивать ленингрейт, а потом экспоненциально уменьшать. Это вполне работает хорошо. Так, есть ли наборы данных в открытом доступе? Есть некоторые наборы данных в открытом доступе. Об этом, наверное, лучше посмотреть в моем выступлении, как мы обучали Сберт от Сберлоги сообщества и ОДС на YouTube. Наверное, надо тоже будет приложить после встречи ссылку. Там я давал ссылки в презентации на те открытые датасеты, которые я находил для как раз таки этой задачи на наших стартовых парах. Да, такие сеты есть. Ну, вы можете взять NLE сеты, SLE, MLE, перевести их на русский язык там за неделю по 20 тысяч фраз, обстреливая, допустим, Яндекс-переводчик, либо Google-переводчик, либо какой-то другой. Вот. Конечно же, мы использовали платные версии для этого с более высоким качеством перевода. Для этого как раз мы загружаем эти сеты. Вы можете взять русский лейпцигский датасет, который был у наших коллег из Колтеха в статье про сжатие Бертов от Далле Давида. Там тоже порядка, по-моему, миллиона парафраз на русский язык, переведенных для NLE и Таски. Ну, и так далее, и так далее. То есть такие данные есть. Есть данные, например, с симплификацией статей новостных от диалога. Последние два года, по-моему, там очень много было вещей, связанных с парафразингом в качестве соревнований на диалоге конференции. Диалог.ру. Так что, да, Дмитрий, такие диалоги и диалоги, и датасеты с парафразингами есть. Еще есть Common Sense датасет, который можно тоже перевести. Там порядка 12 тысяч диалогов как раз с контекстом 6 плюс 1. Их можно нарезать как 4 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1. То есть из них сделать гораздо больше датасет и сделать свою retrieval-таску. И это вполне умещается в перевод за один раз в Яндекс.апи. То есть там до 20 тысяч, по-моему, можно фраз перевести и вполне будет достойно для начала. Open subtitles на русском языке тоже, как вариант. Так, Антон. Собираете ли вы историю диалогов с пользователем, чтобы потом вставать в этих историях и обучаться на них? Мы анализируем логи. На основе этих логов редакторы. Их дистиллируют через себя и пишут по доменам уже диалоги. Так, дальше. Attention для пяти предложений просто позволяет из пяти столбиков эмбиддингов вырвать самую важную часть из создания одного обобщенного и самым важным из пяти фраз с контекстом. Да, это так. То есть если концептуально говорить, что наш трансформер позволяет произвесить таким образом по отношению к целевой таске retrieval наши вектора контекста, то чтобы они имели наиболее эффективный итоговый плоский вектор, который мы можем уже использовать для того, чтобы искать какую-то метрику между контекстом, грубо говоря, запросом и кандидатом ответом в вектором ответа. Вот. Есть еще ребята вопросы. Можно еще теперь голосом добавить про этот вопрос? Да, да, да. То есть получается, ну вот, когда, ну вот, механизм внимания выбрал, получается, вот эти вот самые важные части, то есть получается, ну вот это вот, как ты, вот эта вот часть еще и масштабируемая, то есть можно брать не пять фраз, а десять, допустим, но автоматически загонять по ним также, собирать объекты. Да, верно, верно. Это правда. Но тут проблема в том, что сколько мы по ресурсам влезаем на ГПУ, то есть для инференса, пока мы влезаем вот так. Вот. То есть это вот тот размер, необходимый и достаточный сегодняшний момент, чтобы иметь относительно устраивающий по качеству нас метрики и при этом по инференсу влазить по памяти ГПУ во время работы на бою. Ясно. И тогда еще такое небольшое уточнение. А инференс тоже на 16 ГПУ производится или на одной уже? Просто какой инференс? Хороший вопрос. На 16 ГПУ идет обучение. Ага, ну это понятно. Оно параллельное. Просто мы как бы создаем 16 братьев, они идут в разные стороны. Как мы знаем, если мы сделаем, так сказать, усреднение, мы уменьшим в N-RAS дисперсию, да, и при этом смещение возможно улучшится, возможно нет. Вот, по-моему, у нас инференса все на одной ГПУ, на одной ГПУ, да. То есть мы всегда стараемся влезть в 32 ГБ, по-моему, до оператива. Ну, инферен просто проще, да, поэтому можно... А потом они просто как бы мапятся на несколько нот. Ну, понятно же, что у нас используется все в параллели. Красно. Ну, спасибо большое. Было очень интересно. Пожалуйста. А теперь я представлю своего друга и коллегу, Валерия Терновского, который расскажет, я думаю, о самой вкусной части, связанной с генеративным обучением и о том, как мы это используем в PRODE для общения. Да, спасибо, Саш. Всем добрый день. Давайте я демонстрацию включу. Вот так видно чего-нибудь? Да, видно. Ага, хорошо. Сейчас секунду. Причешусь. Так, ну, смотрите, коллеги, у меня презентация такая немножко где-то посередине между презентацией Дениса и Александра, потому что, с одной стороны, хочется максимально под таким доступным языком рассказать про то, что мы делаем и каковы вообще нюансы обучения генеративной нашей болтательной сети. С другой стороны, поделиться какими-то, может быть, полезными трюками и выводами, которые мы сами для себя сделали, в том числе уже для технических специалистов, кто уже непосредственно с этим работает. Ну, и не отпугнуть новичков, может быть, в этой теме. Я думаю, что ни для кого не секрет, даже для людей, кто, ну, скажем так, вплотную еще не занимался, может быть, машинным обучением, тем более глубоким обучением, что в последнее время история с генеративными моделями, с генеративными нейронными сетями, она вообще набирает бешеные обороты, огромную популярность. Порог входа постоянно снижается с развитием фреймворков для обучения, которые выкладываются в открытый доступ. На самом деле сейчас уже человек, даже имеющий вполне отдаленное даже представление о том, как нейронные сети обучаются, как это вообще работает там внутри, могут, в принципе, скачать какой-то там готовый репозиторий или даже воспользоваться некоторыми веб-интерфейсами. Ну, хороший пример — это разработка Hugging Face Transformers с минимальными знаниями вообще по предметной области, можно уже даже что-то свое генеративное научить на каких-то открытых данных и что-то получить такое плюс-минус меняемое. Ну, хорошие примеры — это разные нейрогороскопы, которые выпускаются, нейро-шутки, нейро-анекдоты, нейро-прочее, все такое. Вот. Сейчас еще активно развивается мультимодальная тема с генеративными сетями. Здесь такой хороший пример — это выпуск релиза Roodali в открытый доступ, в том числе, который, кстати, вы тоже можете попробовать и в салюте даже потыкать в него, посмотреть, что получится. Вот. Ну, поэтому кажется, что иметь смысл как-то в деталях, но в то же время доступным языком рассказать про то, как это вообще можно обучать и при этом постараться максимизировать качество, что ли. Потому что если вот так просто залететь в эту историю и попробовать что-то тренировать самому на каких-то там открытых данных, то не всегда результат может получиться таким хорошим, как это часто представляется в медиа-среде. Вот. Поэтому здесь поговорим в том числе и про блеск и нищету метрик, как это обычно бывает в машинном обучении вообще. Ну, вот с генеративными диалоговыми моделями, в принципе, и с генеративной диалоговой моделью, в частности, это, конечно, очень ярко проявляется. Ну, и немного расскажу про технические нюансы о том, на чем тренировали, как тренировали, что вообще за модель такая. Вот. Здесь вот этот слайд можно, наверное, пропустить, потому что Денис уже, в принципе, подробно рассказал, что у нас для разных персонажей работают разные модели. Вот мой доклад, он больше про генеративную модель, хотя часть с метриками актуальна и для поисковой ретриву модели тоже. В начале немного слов про вообще эволюцию нашей RU-GPT модели. Ну, как, я думаю, многие знают, сама по себе модель GPT, она к диалогам, как к таковым, имеет отношение довольно опосредованное. То есть это, на самом деле, языковая генеративная модель, авторегрессионная, которая обучалась, ну, вот изначально главная модель GPT и RU-GPT, в этом смысле от нее не отличается, обучалась просто на последовательность этих текстов. То есть вот в отличие от того, что рассказывал сейчас Александр про векторные metric learning и вот это все, для генеративных моделей, ну, давайте, для моделей семейства GPT характерно обучение просто на последовательностях токенов, можно сказать. Ну, если упростить, то вот берем куски текстов огромные, запихиваем это все дело в модель и специальным голосом контролируем, чтобы при генерации у нас там максимизировалась вероятность генерации тех слов, которые там наиболее вероятны с точки зрения корпуса, на котором модель обучалась. Вот. И эволюция какая? Изначально у нас была, нами была обучена модель RU-GPT-2, ну, а потом была обучена RU-GPT-3. Такая вот интересная эволюция. На самом деле здесь ключевое отличие между RU-GPT-2 и RU-GPT-3 на архитектурном уровне это использование sparse attention, то есть разреженного внимания, когда мы начинаем учитывать более, ну, такой более толстый контекст. Я напомню, что в RU-GPT-2 контекст там порядка 1024 токенов учитывается при генерации, ну и при обучении. Для RU-GPT-3 это уже возрастает до 2048 и, может быть, даже до 4000. Я вот так на вскидку не вспомню для самой большой модели. Вот. Ну, в нашем случае, так как мы самые-самые большие модели в продакшене тащим, у нас фокус это где-то что-то в районе 360 миллионов параметров и до 760 миллионов. Вот для моделей этого размера ключевое отличие между RU-GPT-2 и RU-GPT-3, ну, если не считать совсем незначительного изменения ширины этих блоков трансформера, это, конечно, датасет, на котором эти модели учились. Вот RU-GPT-2 здесь как-то написано, мы обучали примерно там, ну, чуть меньше, чем на 200 гигабайтах текстов. Туда вошла коллекция русскоязычной литературы, википедия, ну и некоторые новостные источники. Ну, то есть такой чистенький вполне себе датасет. Диалоги, естественно, эта модель видела, но только в рамках вот каких-то литературных источников, то есть неразрывно связанных с каким-то там глубоким контекстом литературы. Вот, GPT-3 же обучалась помимо этого датасета еще там на ряде сетов, в том числе и из интернет-источников. Вот здесь можно видеть и Пикабу, и банкиру, и там даже код она видела, в том числе и некоторое количество англоязычных источников там было использовано. Ну и вот, например, тот же самый Пикабу или QA датасеты, это уже гораздо ближе к нашему ну, домену, на котором мы эту модель применяем диалоговому. Вот, и в том числе не в последнюю очередь благодаря этому мы получили, ну, такой существенный рост наших метрик. Вот здесь написано порядка двадцати процентов у нас рост метрик был зафиксирован после перехода с RootGPT2 на RootGPT3. Ну, тут важно сказать, конечно, что помимо датасетов там еще довольно много с нашей стороны было архитектурных процессных изменений вообще в схемы обучения до обучения, то есть здесь сложно дистиллировать именно какой вклад внес, внесло там изменение архитектуры, но тем не менее. Вот, ну, дальше хочется сразу рассказать про метрики, которыми мы замеряем модели. Понятное дело, что есть вот с точки зрения продукта, вот собеседника, то про что Денис рассказывал, у нас есть вполне понятный продуктовый метрик. Это то, что мы хотим от нашей идеологовой системы, как от продукта. То есть мы хотим максимизировать длину сессии, мы хотим максимизировать интересность для пользователя, что ему там хочется снова и снова возвращаться к нашему виртуальному ассистенту и продолжать с ним болтать. Здесь история понятна. Немного сложнее, ну, точнее, намного сложнее история с выбором на этапе обучения, как правильно выбрать чекпоинт модели. Ну, то есть, когда мы модель обучаем, мы ее там... Это не какой-то выбитый в граните как бы процесс, мы вольны ходить влево-вправо довольно широко при этом. Куча гиперпараметров у модели, куча параметров запуска. Поэтому нам важно как-то понимать вот вообще, чем модель А, например, и вообще модель А и модель Б. Вот какая из них лучше, какую из них предпочесть при там дальнейших замерах. Особенно учитывая, что этих там чекпоинтов могут быть сотни. Здесь дело такое... Дело серьезное. И, конечно, когда мы говорим про такой... Про такую задачу, как диалог с пользователем, здесь очевидно, наверное, что автоматические какие-то метрики, их, во-первых, толком нет, во-вторых, они работают плохо. Потому что, ну вот если, например, языковая модель как базовая GPT обучается просто... Просто как языковая модель, там вот автоматически мерится перплексия. Ну, вот если переводить там на русский, то это некая степень удивленности моделью каким-то текстом, который она там производит. Ну да, мы можем мерить перплексию в диалоге, но только что она означает совершенно не очевидно. И более того, там наши эксперименты показали, что особой корреляцией между перплексией и качеством в терминах вот ССА либо Акюта Вала не замечено. Поэтому автоматически мерить сложно, если вообще возможно. Поэтому по-любому приходится прибегать к краудсорсингу, к разметке людьми. Вот, какие у нас есть метрики, которыми мы пользуемся, размечая разные наши модели, разные поколения моделей между собой. Ну, во-первых, как уже сказали, это ССА от Гугла и Акюта Вал от Фейсбука. Это главные две такие технические метрики, на которые мы смотрим при обучении модели. Ключевое отличие в чем? ССА это абсолютная метрика. Мы можем сравнивать, ну, в теории, мы можем сравнивать разные поколения моделей между собой, потому что это какое-то число, там, 53, 72, вот как бы просто понятно. Больше, лучше. Как замеряется? Генерируется, ну, какой-то набор диалогов, сколько-то тысяч. Тут, на самом деле, каких-то особых ограничений нет. В нашем случае там порядка трех с половиной тысяч диалогов генерируется. Каждая реплика модели дальше, ну, понятное дело, что с контекстом предыдущим показывается пользователю, предлагается ему ответить на два вопроса. Во-первых, реплика, которую модель выдала, релевантна ли она контексту? И во-вторых, специфична ли она контексту? То есть здесь ищется баланс между, ну, некой вообще логичностью ответа, вытекает ли ответ из предыдущего контекста, и во-вторых, что, ну, насколько вообще наш ответ специфичен. Потому что, понятное дело, практически на любые там контексты можно сказать что-то типа «я не знаю», или там, ну, что-то вот в этом духе, но понятно, что этот ответ, в принципе, как бы разумный, его мог бы сказать человек, но он очень не специфичный, его там, мягко говоря, не побуждает нас продолжать общение и вообще непонятно, зачем мы его сказали. Поэтому здесь такой поиск, поиск баланса. Вот. Для Acute Val от Facebook ситуация немного другая. Эта метрика уже относительная. То есть у нас здесь нет свойств транзитивности, мы не можем сравнивать разные поколения моделей между собой напрямую, но зато мы относительно неплохо можем сравнивать какие-то две модели друг к другу. Почему? Потому что мы вот прям сажаем людей, ну, там, в нашем случае талокеров, просим их поболтать с одной и другой моделью, и потом диалоги из этих двух, как бы, диалоговых сессий показываются там другому человеку, и ему задается напрямую вопрос, а какая модель лучше? Вот на следующем слайде можно увидеть, как это выглядит в интерфейсе уже для разметчика. То есть ему показываются вот прям два диалога. Тут, конечно, тоже нюансов. Нюансов на самом деле очень много, как с первой метрики, так и со второй. Здесь и сложности в разметке, что не все люди, очевидно, одинаково видят себе идеальный диалог, тем более, что очень часто это видение идеального диалога может быть смещено еще и насчет там чат-ботов каких-то, что у всех разные представления, все немного по-разному это видят. Поэтому вот здесь, конечно, очень большая работа требуется, требовалась, которую мы проделали, и до сих пор требуется, на самом деле, для того, чтобы улучшить эти процессы. Опять же, с Акьютовалом проблема какая, что кто-то, кого мы попросим поболтать с моделью, может с ней начать сначала здороваться очень долго, выяснять, как ее зовут. Ну, что-то такое, в общем, не особенно интересное. Потом еще прощаться. Вот такого будет 80% диалога. В другом случае человек может, например, сразу же начать обсуждать что-нибудь про астрофизику или, как на этом примере, про симфонии Прокофьева. И кажется, что довольно сложно сравнить эти два диалога между собой. Вот поэтому здесь нужно еще работать над тем, чтобы как-то выровнять это представление. Стоит сказать, что это как бы тоже не финализированный наш процесс. Вот эти две метрики, мы на них остановились сейчас, но продолжаем работать в этом направлении. Здесь есть много интересных исследований, в том числе от коллег из Китая. Там статья называется Плато, если кому-то интересно. У них есть, по сути, некая модификация вот этой первой метрики СССР, которая предлагает там задавать разметчикам больше вопросов, не просто там релевантно, специфично, а там насколько вообще ответ похож на человеческий, не присутствует ли там каких-то логических противоречий, что, кстати говоря, вообще очень важно для генеративных моделей, любой модальности, на самом деле, для текстовой особенно, ну и так далее. То есть здесь, на самом деле, много интересного можно поулучшать и накопать. Ну, как и всегда в машинном обучении с метриками, наверное, вопрос самый такой. Один из самых сложных с метриками и с данными. Вот. По поводу данных, что хочется сказать, что ключевой элемент, который мы для себя обнаружили при обучении модели РУДЖПТ на диалогах, это что обязательно, ну как, не обязательно, но очень желательно иметь некий целевой диалоговый датасет, он может быть при этом очень маленький. То есть понятно, что без диалогов как-то в автоматическом режиме, собранных из литературы, из интернет-источников, отовсюду, без вот этих диалоговых сессий будет сложно обучить модель, обучить модель так, чтобы она запомнила некую структуру введения диалога, что говорит один, потом говорит другой, это относительно короткие реплики, не нужно там выдавать огромные телеги на каждое слово. Вот. Но при этом наши эксперименты показали, что важно иметь все-таки целевой диалоговый датасет, вот как мы хотим, чтобы наш виртуальный ассистент потом общался с пользователями. Хотим ли мы, чтобы он был там дерзкий, веселый, чтобы он активно развлекал, предлагал проактивно какие-то темы. Вот эти вещи, как бы стилистические продуктовые, которые мы для себя определили, мы должны заложить вот в этот редакторский диалоговый корпус, который мы затем, ну, который затем для нас будет таким золотым в плане обучения. Вот. Ну, мы такой корпус собрали, такой датасет, и он у нас сейчас служит, ну, таким как бы источником улучшения регулярного там итеративного улучшения модели, роста метрик, там, расширения по доменам. То есть, например, наша языковая модель вообще, говоря, не обязана знать обо всем на свете, обо всех темах на свете, на которые люди могут поговорить. Вот был пример с керлингом. Я вот не уверен, честно говоря, наверное, керлинг сейчас знает, но вот если придумать какой-то там еще экзотичный вид спорта, мы это можем проверить. Знает ли модель вообще, умеет ли она как-то разговаривать интересно на эту тему. Если нет, мы смотрим, очевидно, не находим таких диалогов у нас в золотом нашем татасете. Ну, можем там несколько штукок туда дописать. В принципе, это очень сильно качество модели улучшит именно в этом топике. Немного вот в середину презентации закралось описание вообще архитектуры. Думаю, что нет сейчас особого смысла останавливаться на архитектуре при GPT-2 или 3, как они как-то выглядят. Как бы блоки трансформерные, блоки декодер, only. К слову, энкодер-декодер сети тоже очень хорошо себя показывают на задаче диалогового вообще моделирования, ведения диалога. Мы сейчас активно экспериментируем с T5 модель, может быть, кто слышал. Там уже архитектура энкодер-декодер используется. Осталось только нам побороть некоторые артефакты генерации. Ну, суть в чем, вот у нас разбивается текст на токены, мы на этом обучаем. При inference мы генерируем текст слева направо. Опять же, переводя на русский, это означает, что модель, вот когда мы в нее подаем некий контекст и, допустим, последнюю фразу пользователя, даже при обработке этого контекста модель сама не знает, что она будет говорить дальше. Просто потому, что вот генерация происходит токен за токеном. Ну и на самом деле просто по вероятности. Какие изменения мы внесли в архитектуру GPT-3 для того, чтобы она научилась болтать? Ну, ключевое, наверное, изменение, вот здесь на картинке приведено, это, по сути, разделение. Ну, так как у нас модель должна, там, условно, трех персонажей уметь общаться, при этом это должна быть одна модель, а не три разных, то у нас есть некое описание ну, персоны, что ли, в нашем случае это Афина, Сбера или Джойки. Во-вторых, это понятно, что кусочек с историей, с контекстом, который мы подарим. И дальше вот третий, последний блок, важный с точки зрения, там, нашего качества. Это истинная реплика и реплики-дистракторы. То есть мы одновременно при обучении модели, вот тут, чем здесь на картинке нарисовано, две головы у сети. Первая голова – это, ну, классическое языковое моделирование. Так же, как обучается обычная языковая модель, так же мы обучаем и диалоговую. Но при этом мы еще обучаем Next Sentence Prediction. В голову – это такое вот, ну, из берта, наверное, пришедшее, когда мы подаем истинную реплику, подаем там набор сгенерированных дистракторов и говорим напрямую сети, что вот смотри, вот этот ответ хороший, а вот эти там, ну, не очень хорошие. Вот. И как бы в надежде, что модель выучит, как правильно вести диалог, а как неправильно. Ну, подальше разнесет в имбедингах эти состояния. Из этого слайда, пожалуй, стоит только сказать, что вот я уже, наверное, частично обмылся, у нас в итоге в нашем процессе обучения три шага. Он из трех шагов состоит. Ну, во-первых, это, понятное дело, обучение родительской языковой модели на огромном корпусе, там 600 гигабайт, все понятно. Дальше следующий шаг, ну, такой, ансупервайст, до обучения, когда мы из литературы, из интернет-корпусов в автоматическом режиме извлекаем, ну, по некоторым правилам, там регулярно, понятно, извлекаем именно диалоговые сессии, диалоги, и на них обучаем, дообучаем там какое-то число шагов модель. Это нам дает то, что модель выучивает структуру ведения диалогов, что, ну, как я уже говорил, что мы там на каждую фразу не начинаем генерировать огромные простыни текста, а как бы, в принципе, сетка выучивает, что нужно отвечать кратко, покороче. Вот, и дальше последний шаг, самый важный, это уже дообучение на нашем золотом корпусе диалогов. Сюда же всякие разные агументации и прочие трюки с заморозкой-разморозкой весов. Можно обучать очень по-разному, можно там обучать только layer-нормы, замораживаясь, остальное можно ничего не замораживать, можно использовать разные оптимизаторы, разное число шагов, разные стратегии вариации learning-крытов. В нашем случае мы прогрев не делаем, просто потому что это уже файн-тюнинг. Ну, вот интересно, что, например, замена Адама на Новоград, во-первых, нам позволило побольше памяти освободить, погострее это обучать, во-вторых, в принципе, докинуло в качестве итогового. Вот. И здесь видно, что, ну, знающим видно, что при вот таком финальном обучении мы на самом деле сильно переобучаемся под наш целевой датасет. Кажется, что это распространенная вообще в трансформерах штука, потому что, например, при обучении моделей синтеза тоже там идет именно такой сильный, мы сильно переобучаемся, достигая каких-то, в нашем случае вот для языковой модели низкая перплексия, для синтеза, уверен, наверное, тоже. Тоже метрика очень низкая получается, метрика лосса. Вот. Интересное вообще исследовательское направление. Почему так лучше? Ну, как по метрикам так лучше. Лучше переобучить, чем недообучить. Вот. Кажется, что с точки зрения там разумного подхода к машинному обучению это не очень хорошо должно быть, но вот метрики пока с этим сопротивляются. Что еще из важного нужно знать, помнить при работе с подобного рода генеративными сетями, что, конечно, очень много трюков есть, которые нужны уже на этапе генерации, на этапе инференса. Ну, во-первых, у сетей вообще семейства GPT известная проблема, что они часто могут зацикливаться и уходить в генерацию повторяющихся токенов. Это можно было наблюдать там на разных даже и на англоязычных сетях в том числе. Есть тоже довольно большое число работ, которые пытаются эту проблему адресовать. Ну, здесь как бы пока никакого разумного решения, кроме какого-то численного штрафа, введения численного штрафа за повторяющиеся токены как будто бы не найдено. Ну, тем не менее, вроде бы работает неплохо в нашем случае. При этом мы заметили, что вот, например, использование там любого, на самом деле, подхода к финализации таких повторений, оно может вообще-то драматически ухудшить даже результат генерации нашей сети, в том числе там внезапно она может начать генерировать то, что я никогда не видела уже там в золотом датасете и вот эту константу гиперпараметр штрафа нужно подбирать так очень аккуратно, смотреть на метрики всегда. Вообще, на самом деле, любое кручение ручки управляющей всегда должно сопровождаться с тщательными замерами метрик, потому что никогда не знаешь, что в итоге может улучшить или ухудшить результат. вот. Важный тоже еще трюк, но он уже такой становится потихонечку харистоматийным, кажется, для любых генеративных подходов, это использование ранжировщика поверх выдачи сети. Это используется и для Рудалли, и для нашей диалоговой сети, много еще где-то для генеративных сетей тоже используется. Когда мы на какой-то контент сгенерируем не одного кандидата, у нас же вероятность на генерации, мы можем сгенерировать 10 кандидатов, и они все будут разными, просто за счет нуклеуса сэмплинга, кому интересно, можете потом почитать, если кто не знает, что это такое. По сути, мы можем сгенерировать и 100 кандидатов, ответов на какой-то вопрос или запрос пользователя, но, естественно, модель с точки зрения того, что она сгенерировала, не особо-то знает, какой лучше. Но мы при этом можем обучить на результатах нашей разметки какую-то небольшую модельку, допустим, это может быть рекуррентная сеть, либо однослойный трансформер какой-нибудь, который будет ранжировать этих кандидатов с точки зрения максимизации какой-то метрики. И потом из этой десятки уже выбирать условно лучший. вот это тоже довольно сильно улучшает нашу диалоговую модель. Вот. Из такого важного очень направления работы, над которым мы сейчас активно, которым мы сейчас активно копаем, это, конечно, дообучение на потоках реальных диалогов с продакшена. Ну, такой условно можно это назвать reinforcement learning. конечно, он там напрямую таковым пока что не является, потому что совершенно непонятно, как нам вместить, как нам создать модель мира, которую там можно будет в реал-тайме тыкать, получать какой-то от нее ответ, обновлять наши полиси. Но при этом оффлайн reinforcement learning никто пользоваться им не запрещает. Первые наши эксперименты показывают очень, что это очень перспективно, метрики опять-таки ведут себя хорошо, нужно научиться только правильно продакшен собирать, но это такая уже история больше про, больше инженерная. Вот. И, конечно, до обучения для, до обучения болталки под конкретного пользователя на устройстве, например, с помощью, например, сайт-тюнинга, либо адаптерных сетей, либо, ну, в общем, либо каких-то других подходов, тоже тема интересная, горячая, над этим продолжаем работать. Так, что еще сказать? Кажется, что я еще ни разу не показал примеры болтания с генеративной сетью, но вот здесь на скриншоте есть они. Ну, ключевое отличие, конечно, к поисковой модели, что это вот неожиданность в ответах, она зачастую очень веселой бывает. Ну, кажется, что довольно интересно бывает поболтать. Безусловно, иногда модель заносит в ту или иную сторону. Ну, с развлекательной функцией кажется, что справляются подобного рода модели достаточно неплохо. вот. Я думаю, что на этом мой доклад, наверное, может подойти к концу. Я бы ответил на вопросы, какие есть. Как собираются датасеты для фонтюнинга под персонажей? Ну, про это частично Александр уже говорил. Вот у нас есть наша уважаемая и любимая редакция, которая через себя пропускает некоторое количество диалогов с продакшеном. Ну, безусловно, вычитывает глазами и все такое. Вот. И те, на которые мы отвечаем плохо, как-то неуверенно, вот они, все эти диалоги собираются и переписываются, по сути, с, и редакторы с точки зрения своего видения, как должны разные персонажи отвечать, переписывают эти диалоги от разных персонажей. Ну, и плюс есть некий план там по нашим топикам. Например, мы хотим, чтобы там мы очень круто болтали про кино, очень круто болтали про погоду. Вот такие топик темы тоже выписываются отдельно, под них пишутся диалоги отдельно от лица каждого персонажа. Вот за счет этого мы пытаемся достигать некой разницы в генерации ответов. Так, как реализуется оффлайн обучение с подкреплением? Ну, подходов на самом деле много. Я здесь приводил статью, которую представили не так давно. Ну, по сути, везде используется дивергенция кульбок лейблера. Ну, как бы в простом виде как это выглядит. Вот у нас есть диалоги с пользователем и есть и вот в массе всю массу диалогов можно разделить на три части. Одна часть это условно хорошие диалоги с каким-то сигналом, что пользователю нравится этот диалог, что он там долго общался с моделью, при этом, ну, например, не использовал какие-то слова, что типа ты там безмозглая модель, зачем я с тобой болтаю вообще, отстой какой-то. Вот. То есть, негативный сигнал, точнее, позитивный сигнал, есть при этом диалоги с каким-то негативным для нас сигналом, чтобы диалог был очень короткий, какой-нибудь там мат пользователь использовал при общении с нашей моделью, либо какие-то вот такие с негативной коннотацией фразы, это, в свою очередь, негативный сигнал. Ну, и есть там третий блок диалогов, по которым непонятно, что вообще за сигнал. Вот. И мы, ну, в самом простом виде, мы берем вот пачки диалогов с позитивным сигналом, с негативным сигналом, и за счет KL-дивергенции пытаемся сеть еще немножечко дообучить. Там, опять же, стратегии дообучения могут быть очень разные, там можно все замораживать, можно ничего не замораживать, можно по-разному использовать все эти диалоги. Ну, здесь главная проблема, конечно, в данных, в том, как эти диалоги извлекать из потока продакшн, особенно, когда речь идет про работу в связке с разными навыками, с ответами разных навыков, кажется, что задача, мягко говоря, не совсем тривиальная. Вот. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Так, ну, больше, если вопросов нет, наверное, на этом все. Спасибо тем, кто дослушал. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. Вот. субтитры создавал DimaTorzok